Уважаемые коллеги, добрый день. Подскажите, как слышно меня? Если хорошо, прошу поставить плюсики. Отлично. Ну что ж, тогда приступим. Позвольте представиться. Меня зовут Маргарита Демидова. Я глава департамента по продажам и продукту, принимающей компанией Resort Life Maldives. И сегодня мы с вами поговорим о таком замечательном направлении, как Мальдивские острова. Я вам расскажу общие моменты. И дополнительно сегодня с нами присутствуют представители Атрии Пуравери и Холиды Инкандума. Ну что ж, приступим. Что касается основных правил въезда на Мальдивы. Безусловно, преимущество это то, что не требуется оформлять туристическую визу. По приезду клиенты заполняют иммиграционную карту в самолете, предъявляют ее на паспортном контроле и получают штампик о въезде. Это бесплатно. На выезде им также на паспортном контроле клеят наклеечку о посещении, замечательную, такую веселую и красивую. И туристы с приятными воспоминаниями покидают Мальдивы. Что касается валюты. Валюта Мальдивская Руфия. Один доллар это около 15-16 мальдивских Руфий. Курс немного колеблется, но для ваших клиентов это не критично, так как на курорте они могут расплачиваться как картой, так и на местную валюту не требуется менять. Если же клиенты, например, поехали на экскурсию по мале, они могут в сувенирной лавке, в супермаркете расплатиться долларами, сдачу им дадут в Руфиях. И обменять обратно Руфии на доллары они не смогут. Им придется их потратить либо в сувенирной лавке, в супермаркете, либо в дьюти-фри. Также немаловажно. На Мальдивах есть следующие налоги. Эко-налог или грин-такс. Это 6 долларов с человека, в том числе инфанты тоже оплачивают эко-налог. Налог на обслуживание, service charge, 10% и государственный налог, GST, 12%. Обращаю ваше внимание, что в наши контрактные цены и, соответственно, в цены наших партнеров, которых вы бронируете в онлайн-системе, налоги все включены. Если же ваши клиенты на месте, в отеле берут какие-то дополнительные услуги, например, экскурсии, либо в сувенирной лавке что-то приобретают, либо же заказывают дополнительные напитки в баре, нужно быть внимательным и обязательно предупреждать клиентов о том, чтобы они смотрели, включен налог на обслуживание и государственный налог в эту цену или нет. Обычно это дополнительно указывается внизу, сноска есть, либо же включено, либо же не включено. Дополнительно клиенты всегда могут переуточнить у представителя отеля. По прибытию на Мальдивы у нас есть два аэропорта. Основной международный аэропорт Вилана и аэропорт Ган, который находится за экватором. С недавних пор он тоже считается международным, но основные рейсы прилетают в Вилану. И что касается встреч в аэропорту. По прилету, когда туристы уже сдали иммиграционную карту, то есть иммиграционную карту получают в самолете, она делится на две части. Есть часть по прибытию и часть по отбытию. Соответственно, они часть по прибытию отдают на паспортном контроле и вторую часть сохраняют до момента отбытия. Далее туристы забирают свой багаж, проходят таможенный досмотр. Таможенный досмотр – это достаточно быстрая процедура, потому что, в принципе, досматривают не всех, только выборочно. Поэтому достаточно все быстро. Клиенты выходят после таможенного досмотра в здание терминала. Терминал небольшой, потеряться там негде. И сразу же, как только клиенты выходят, встречают наши представители с табличкой. Также, видите, у меня на картинке представлены стойки. Это стойки отелей, представители отелей. И мы также имеем собственную стойку. Это стойка номер 27 с русскоязычным представителем Анной, которая встречает клиентов. То есть представитель встречает с табличкой, проводит клиентов к нашей стойке. Клиенты предъявляют свой ваучер и обменивают аннаж. Ваучер в конвертике, на котором указан номер представителя Анны. К Анне можно позвонить в любое время с ресепшена бесплатно. То есть это сокращает цепочку клиент-агента, агент-оператора, оператор, принимающий компанию. То есть это намного проще. Также оперативно им помогут и решат все вопросы. Далее Анна дает вводную информацию и проводит к представителю отеля, который дальше же проводит на трансфер. Обращаю ваше внимание по поводу трансферов. Очень важно. У нас есть несколько типов трансфера на Мальдивах. Основной трансфер – это скоростная лодка, которая предоставляется 24 часа в сутки. То есть это для тех отелей, которые находятся достаточно близко к аэропорту. Также еще два вида основных трансферов. Это трансфер комбинированный внутренний авиаперелет и скоростная лодка, либо же гидросамолет. Мы рекомендуем, если отель предоставляет на выбор гидросамолет и внутренние авиалинии, мы, конечно же, рекомендуем брать гидросамолет, потому что все-таки это будет немного легче перенести клиенту после такого тяжелого международного перелета длительного со стыковками. И, конечно же, гидросамолет – это и интересно, потому что это необычный вид транспорта, вид трансфера, да, и, соответственно, это будет намного проще. Но есть нюанс – гидросамолеты летают только в светлое время суток. Поэтому нужно ориентироваться под свою полетку, под полетку клиентов, да, которые вы предоставляете, и дополнительно запрашивать у ваших партнеров возможность предоставления того или иного трансфера. Ну, и почему же мы, и, соответственно, Resort Life Moldives – компания, которая работает с 2006 года на рынке. У нас три офиса на Мале, в Индии, в Украине, в Киеве представленные офисы продаж. У нас круглосуточная поддержка, то, что я уже говорила, да, русскоязычный предприятие Анна, которая поможет вашим клиентам максимально быстро решить все проблемы на месте. Ну, и мы работаем много лет, и у нас очень хорошие отношения с практически всеми курортами на Мальдивах, у нас лучшие цены, мы заботимся о своих клиентах, мы стараемся для них, и, конечно же, всегда рады ответить на все ваши вопросы. Ну, и, конечно же, очень важная информация, которая касается нашей компании – это то, что мы в скором времени запускаем программу «Сама Тур», да, то есть «Сама Софт-система», у нас будет свой онлайн-сайт с прямой онлайн-системой бронирования, вы сможете в любой момент зайти, посмотреть актуальную информацию по наличию, забронировать. То есть это, безусловно, огромнейший шаг вперед, я считаю, по нашему направлению, и мы ждем этого момента, обязательно мы это запустим. Вот-вот-вот, мы уже почти, как говорится, на финальной стадии завершения, и мы будем единственной принимающей компанией на Мальдив с онлайн-системой. И о новинках этого сезона. Безусловно, последние несколько лет Мальдивы нас радуют, открывают отели, очень много за последнее время было открыто новых отелей, и одна из новинок, который будет открыт в октябре, вот уже с 1 октября, можно смотреть цены, находится в Лавиане Атоли. Такие отели, как Санева Джани, Кокун, также находятся в этом атоле, это вам для ориентирования. Лететь на гидросамолете порядка 35 минут, может быть 40, еще один нюанс по трансферам. Во-первых, мы всегда даем приблизительное время трансфера, потому что это зависит от погодных условий, а также нюанс по гидросамолетам, это то, что они могут делать остановки по пути следования. Например, если несколько отелей, допустим, клиентов много, несколько разных отелей, которые находятся в одном атоле, то гидросамолет может сначала высадить клиентов в один отель и потом лететь уже, допустим, дальше, то есть нужно предупреждать клиентов об этом обязательно, чтобы это не стало неприятным сюрпризом. Так вот, возвращаясь к нашей новинке, это отель Fushifaru Maldives. Как я говорила, с октября можно уже смотреть цены. Отель небольшой для уединенного отдыха, всего 49 вилл, из них 5 водных. Квадратура замечательная, от 95 квадратных метров виллы, то есть достаточно просторная, поэтому мы с нетерпением ждем открытия, чтобы лично проинспектировать все, посмотреть и уже из первых уст передать всю информацию, поэтому не стесняйтесь, пишите нам запросы. Если вам понадобится какая-либо информация, консультация, мы всегда рады предоставить и лично смотрим все новые отели, чтобы предоставить действительно корректную информацию нашим клиентам, и клиенты остались довольны. Ну и, конечно же, еще у нас есть просто новость, которая действительно нас очень вдохновляет. Также с 1 октября открывается наш собственный гест-хаус на Хулумале. Конечно же, хотелось бы сейчас рассказать немного о нем, но у нас нет времени, поэтому вся информация, все новости, все фотографии, все будет представлено уже на следующем вебинаре, поэтому ждите, с нетерпением хотим это все вам предоставить. Ну и касаемо следующих наших вебинаров, вот вы можете ознакомиться, то есть у нас вебинар будет 11 октября, на котором мы и расскажем о нашем новом гест-хаусе собственном. Ну и подключайтесь, будем рады вас видеть. Ниже мои контакты. Присядите, напишитесь к нам в Фейсбуке, Вконтакте, в Инстаграме. Мы рады вас видеть, рады помочь. Мы всегда публикуем всю необходимую информацию, публикуем видео из наших рекламных туров, поэтому вы все можете найти, запросить. Будем рады. Ну что ж, и я с радостью передаю слово Елене, это представитель отеля Holiday Conduma. Ну, ждем ваших запросов. Спасибо всем за внимание, хорошего дня, хороших продаж. Добрый день, уважаемые коллеги, как слышно меня? Здравствуйте. Слышно хорошо. Зовут меня Елена, являюсь представителем отеля Holiday Resort Conduma. Сейчас я вам отправлю ссылочку на свои контакты для быстроты общения в наш чат. Являюсь представителем отеля Holiday Resort Conduma. наш отель является одним из брендов Intercontinental Hotel Group, бренд, который управляет более чем 13, компания, которая управляет более чем 13 известными брендами, такими как Intercontinental, Crown Plaza, Holiday Resort, Holiday Inn, а также известный бутик-отель Indigo. Что касается нашего курорта, мы единственный отель Resort IG Цепочки на Мальдивах в настоящее время. В следующем году планируется также открытие нового отеля Intercontinental, поэтому также следите за новостями, будем вас информировать о новинках. На следующем слайде вы можете наблюдать наш отель с высоты птичьего полета, где хорошо видны наши двухкомнатные категории номеров. Сейчас приступим к рассказу о нашем курорте. Находимся мы в Южном Малиатоле. Это Южный Малиатол, он, наш курорт находится в 35 километрах от международного аэропорта Мали. Время в пути занимает около 40-45 минут. Площадь острова у нас средняя, 13 гектаров, размер около 450 на 320 квадратных метров. Остров можно обойти за 20 минут. Также одним из преимуществ является то, что остров у нас овальной формы. Есть беговая тропа для любителей активного образа жизни. Можно во время отдыха также совершить пробежку. Размер этой тропы по диаметру около километров 200 метров, поэтому для любителей всегда рады и очень активно пользуются спросом у нас. На этом слайде можно наблюдать нашу инфраструктуру. Инфраструктура расположена в северной части острова в виде четырех кокосов. Первый из которых кокос это ресепшн. Следующий кокос это наш лаунж, магазин, а на втором уровне находится библиотека с станцией ноутбуков, книгами, а также развлекательными мероприятиями, такими как бильярд, настольный теннис. Следующий кокос, третий кокос это наш детский клуб, наш знаменитый детский клуб, который мы реновировали в 2014 году, его сделали еще больше, лучше. Размер его, нашего детского клуба, размер 400 квадратных метров. Вот здесь плохо видно, здесь находится детский бассейн с меня аквапарком. Следующий кокос, самый большой кокос, это наш основной ресторан, Кандума кафе, где проходят завтраки, обеды и ужины. Также по карте видно, можно наблюдать наша башня на первом уровне, в которой находится наш винный погреб, а также терраса Зедека, о инфраструктуре ресторанов я вам расскажу попозже. А как сейчас меня слышно? Как со звуком? Все замечательно. Значит продолжим. Что касается инфраструктуры, сосредоточено, как я уже говорила, все в одном месте. Также большой наш инфинити бассейн четырехуровневый с джакузи. Здесь вот можно наблюдать уровни, тоже расположена в зоне недалеко от зон развлечений. Что касается острова, наш отель существует на рынке с 2009 года. Остров достаточно зеленый, среднего размера. По категориям номеров у нас 160 категорий номеров, 160 вилл в пяти категориях, есть 19 надводных вилл. Самая первая категория это пляжная вилла, бич-вью вилла, 46 номеров данной категории, размер 48 квадратных метров. Также сейчас я вам расскажу более подробно о пляжной бич-вилле, 48 квадратных метров. Все номера оформлены в современном дизайне, из белой древесины, с большими панорамными окнами. Также в номерах из бонусов у нас есть меню подушек, различный ассортимент подушек. По тому, что мы предлагаем в номерах, это мини-бар, листовой чай, свежемолотый кофе. Также есть телевизор с русским каналом, есть газеты на русском языке, сейф, халат, тапочки, пляжное полотенце, что немаловажно, есть гладильная доска и утюг в каждом номере, столовые принадлежности и так далее. Что хотелось бы еще отметить по нашей бич-вью-вилле, размещение возможно как на кинг-сайз-бет, так и твин-сайз-бет, а также есть номера смежные. Семь номеров у нас в данной категории есть смежные номера. Следующая категория номера это бич-хаус, это наш пляжный коттедж, не совсем стандартная категория для мальдивского направления. 71 квадратный метр, основная зона находится на втором уровне, на первом уровне зона для отдыха под открытым небом, где можно всего их 71 квадрат, всего номеров 74 пляжных бич-вилл. Спальная зона на втором уровне, есть помимо большой кровати маленькая софа-бет, где возможно размещение детей до 4 лет. Также для деток от 4 до 12 лет мы предлагаем предоставление одной дополнительной кровати в номер. Также предлагается возможно предоставление детской люльки. По размещению под кроватем во всех номерах возможно предоставление только одной дополнительной кровати. Дети у нас проживают и питаются бесплатно. Если необходима дополнительная кровать, то все соответственно с дополнительную плату. есть, все верно, коттеджи в 74. Это наша ванная зона, душ частично под открытым небом, просторный шкаф. Следующая категория номера это пляжный коттедж. То есть поскольку наш курорт семейного типа, у нас есть категория двухместных номеров, пляжные коттеджи. Это также двухуровневые коттеджи, двухкомнатные двухуровневые коттеджи. 142 квадратных метра размер данного коттеджа, максимальное размещение до 6 человек в этом коттедже. На первом уровне, так же как и в предыдущей категории зона для отдыха, одна под открытым небом, вот здесь можно наблюдать диван и зона для отдыха, другая по помещении с панорамным окном, и с панорамным окном, диваном удобно, комфортно для проведения вечеров в кругу семьи. Вот здесь на картинке видно закрытая зона нашего семейного бичхауса. Также на этом слайде вы можете наблюдать, одна комната у нас с большой кроватью для родителей и с двумя отдельными кроватями для детей. Возможно предоставление дополнительной кровати в каждой из комнат. Ванная зона находится на втором уровне, на первом уровне нет ванных зон. Туалеты и души у нас только на втором уровне в данной категории номера. Вот так выглядит комната для родителей с большой кроватью из Sofabet. Также две отдельные кровати для детей. Гостиная зона выглядит следующим образом, с телевизором. Также возможно посмотреть телевизор, поиграть в игры с детьми, понаслаждаться закатами. Поскольку пляжный коттедж, еще раз повторюсь, находится у нас на закатной части острова. Вот это наш двухкомнатный пляжный коттедж. Это также двухкомнатный пляжный коттедж, поэтому с балконов можно наблюдать с закатом прекрасный вид на закат. Что касается следующей категории номеров, у нас есть, еще хотелось также отметить, что по поводу двухкомнатных коттеджей. У нас есть шесть двухкомнатных коттеджей, а также один двухкомнатный надводный павильон. Всего семь двухкомнатных вилл, а также семь смежных номеров пляжных категорий. По надводным виллам. Размер наших надводных вилл 85 квадратных метров. На следующей картинке можно наблюдать, что наша надводная вилла с верандой, с надводным гамаком, с душем под открытым небом, просторная, с диваном, возможно, при доставлении заменить диван на кровать, дополнительную кровать по усмотрению туристов, по желанию туристов. Надводный павильон – это также двухкомнатный павильон, одна из самых, единственный двухкомнатный павильон, самая лучшая категория на нашем курорте – это двухкомнатный павильон, размер которого очень просторный, 170 квадратных метров. В нем возможно размещение до семи человек. Есть две спальни, есть комната с террасой под открытым небом, частично под открытым небом, частично гостевая зона внутри помещения. Так вот выглядит гостевая зона внутри помещения. Между двумя комнатами полноценная гостевая зона с диваном. Также стоит отметить, что в данной категории номера мы предлагаем отдельную комнату для няни, либо для охранника, возможно размещение также дополнительного человека. В данной категории номера предлагается услуга батлера 24 часа в сутки. Есть маленькая кухонька, где возможно заказать и приготовить для гостей всевозможные блюда морских продуктов, насладиться ужином, завтраком, обедом. Что хотелось бы сейчас рассказать вам о наших зонах для купания. Поскольку наш резорт имеет три основные зоны для купания. Вот здесь можно наблюдать на карте. Первая зона для купания, как я показывала, это перед нашим бассейном и зоны для развлечений и водных видов спорта. Следующая зона, самая любимая зона, самый лучший пляж на нашем курорте, это западный пляж. На западном пляже расположены бич-хаусы, отдельно стоящие домики. Если вы можете здесь наблюдать по карте, это отдельно стоящие домики. Семейные номера расположены вот в этой зоне. Также еще одной зоной для плавания, южный пляж на нашем курорте является. Здесь расположена наша первая категория, пляжные виллы. Стоит отметить, что в этой части острова ой, так получилось нарисовать, в этой части острова находятся бич-хаусы, волнорез. Поэтому эти категории номеров для туристов, которые хотят прямой доступ к пляжу, мы не рекомендуем размещать. Но эта часть острова славится у нас любителям серфинга, поскольку волна для занятий с серфингом находится в 100 метрах от пляжа. То есть вот здесь вот находится наша волна для занятий с серфингом. Так, следующим моментом хотелось бы рассказать про нашу ресторан и бар. У нас три ресторана, четыре бара. Основной ресторан – это наш кондума-кафе. Завтраки, обеды и ужины. Цены, контракт, который мы предлагаем агентствам, цены, которые мы предлагаем, рассчитаны на завтраках. Возможно питание, как обеды, ужины, фуллборд, а также all-inclusive, есть премиум all-inclusive, есть отдельный пакет напитков. То есть все по желанию ваших туристов. Также есть отдельное меню для вегетарианцев, есть детское меню, есть детское питание. Что касается детей, дети питаются бесплатно. Предоставляем детские стульчики, детскую посуду. Вот так выглядит наш ресторан кондума-кафе. Так он выглядит внутри. Наша визитная карточка нашего резорта является наш фирменный ресторан The Kitchen, где по средам мы проводим Dine in the Kitchen. Это своеобразное представление наших шеф-поваров. Они приготовят морские продукты, присутствие гостей. Это все сопровождается музыкой нашего диджея. Все проходит очень активно, весело. Также следующим местом, излюбленным местом для просмотров закатов на нашем курорте является терраса The Deck. Это где можно насладиться напитками, снеками и так далее. Также террасу The Deck мы используем для организации мастер-мероприятий, о котором я расскажу вам немножко попозже. Одним из наших ресторанов а-ля карт является Bacura Cafe по субботам. Здесь у нас рыбный рынок, также всевозможное разнообразие рыб, продуктов Индийского океана можно заказать именно по субботам у нас в нашем ресторане Bacura. Есть на территории отеля Баравели пляжный бар, где можно насладиться напитками алкогольными и безалкогольными. Он работает у нас с 10 до 6 вечера, где по субботам проходит у нас вечеринки с диджеем, в сопровождении также диджея. Одним из самых высоких мест нашего курорта является башня, где мы проводим романтические ужины. И не только романтические ужины, это место для просмотра также закатов, где можно проводить свадебные церемонии. Я подготовила вам видео свадебной церемонии, где вы можете понаблюдать именно террасу Зодейка, также вот именно самую топовую часть нашей башни, где мы проводим, организовываем сетапы для свадебных церемоний. Что касается тематических вечеров, которые мы предлагаем на нашем курорте, у нас, помимо того, что я уже назвал, Dine in the Kitchen, а также рыбный рынок по субботам, мы организовываем мальдивские вечера с знаменитыми танцами Боду-Беру. Это местный ансамбль, который у нас по вторникам. Также на западном пляже мы организовываем барбекю по понедельникам, по воскресеньям, по четвергам международная кухня. Если есть какие-то вопросы, можете спрашивать. По поводу, хороший вопрос, по поводу деток, дети до 12 лет питаются бесплатно. По размещению детей я поподробнее немножко дальше расскажу, когда буду говорить про наш детский клуб. В принципе, начну тогда с наших преимуществ. Мы курорт семейного типа. Почему? Потому что у нас есть большой детский клуб, самый большой детский клуб среднего сегмента. Размер 400 квадратных метров, большой двухъярусный детский клуб, кондиционированное помещение для детей от 4 до 12 лет. На первом уровне от 4 до 8 лет, на следующем уровне от 8 до 12 лет. Проводим развлечения, всевозможные развлечения от разукрашивания лиц до изготовления поделок, маек и так далее. Вот так вот выглядит зона. Есть бассейн с шарами для детей до 8 лет. Есть также зона под открытым небом для детей с качелями. Также у нас есть мини-аквапарк, бассейн для детей. Все это сопровождается командой, которая следит за детьми, организовывает всевозможные мероприятия для них. По тому, что мы предлагаем спортивно-развлекательное мероприятие, одним из самых известных и самых моих любимых мероприятий и спортивных развлечений является снорклинг с черепахами. Он проводится за дополнительную плату, но это на самом деле очень интересное, забавное мероприятие. Я сама часто очень посещаю, принимаю участие в этой экскурсии и даже шутят наши коллеги, что я всех черепах уже по именам знаю. Что касается еще по снорклингу. У нас есть бесплатный снорклинг-руиз, который мы организовываем ежедневно в 8.30 утра для всех туристов. Предварительно необходимо бронировать. По ценам, по снорклингу, я могу выслать дополнительно, можете отправить запрос на мой e-mail, все цены, то есть я могу, цены, которые у нас именно по водным видам спорта, я могу дополнительно на электронную почту вам отправить. Но у нас в отеле есть бесплатный снорклинг-руиз. Также мы предлагаем снорклинг-оборудование, тоже бесплатно. Из спортивных развлечений у нас есть круиз на закате. где можно не только понаблюдать на закат, а также насладиться водами Индийского океана. На такой вот сетке своеобразной можно прилечь и отдохнуть в конце активного дня на Мальдивах. Следующим активно продающим элементом для нашего резорта является то, что у нас есть серфинг-поинт, волна для серфинга. Как я уже говорила, она в 100 метрах от берега находится. Сезон для серфинга у нас с апреля по октябрь, он сейчас как раз заканчивается. У нас сейчас очень активно отель заселен австралийцами. Особенно в настоящее время вы можете также подписаться на наши социальные каналы, Facebook, Instagram. Мы активно отслеживаем все мероприятия, которые у нас происходят на нашем курорте. Сейчас у нас закрытие серфинг-сезона. У нас сейчас известная рок-звезда австралийская на курорте очень весело, очень активно австралийцы заканчивают свой серфинг-сезон. То есть с апреля по октябрь у нас на курорте работает школа серфинга с учителями, которые могут обучить вас серфингу, поскольку волны у нас две. Одна для новичков, другая для профессионалов. Серфинг-сезон, волна для профессионалов очень активная. Также с октября по апрель возможно приезжать к нам также заниматься серфингом, но это будет менее профессионально, поскольку волны, они не будут такие высокие, как именно в серфинг-сезон. И школа серфинга, она в октябре, она заканчивается. Обучить, к сожалению, в октябре мы не сможем вас, после октября. Что касается водных видов спорта, у нас также винг-серфинг, катамаран. На катамаране мы организовываем выезд на песчаную косу, для пар, для пара, также организовываем свадебные церемонии. Мы готовим пакеты на следующий сезон. Я вам расскажу о пакетах, которые действуют у нас сейчас. На следующий сезон мы готовим специальное предложение. именно на катамаране возможно выезд на песчаную косу с отличными видами, с прекрасной фотосессией, с возможностью организации прекрасной фотосессии. Стендап, падл, также есть фантюб у нас, каякинг, это все за дополнительную плату. На курорте у нас также организовывается йога по утрам. В 7 часов утра возможно записаться на йогу, на йога занятия. То есть для любителей йоги у нас также есть чем себя занять. Следующих моментов, на которых стоит заострить внимание при продаже нашего курорта, является спа-комплекс Кома Бай Шамбала. Спа-комплекс известный сингапурской сети спа. На нашем курорте есть 7 павильонов, 5 из которых одиночные, 2 парные павильона. Парные павильоны, процедуру парных павильонов мы также включили в наши свадебные пакеты. Возможно проведение различных, насладиться различными процедурами, массажами. Специалисты из Индонезии обслуживают гостей нашего курорта. Что касается, хотелось бы также отметить, что Южный Малиатолл славится своими известными местами для дайвинга, такими как Кандума Тила, это подводная пещера, также Гурайда Конор, это известное место для дайвинга, которое находится в 7 минутах от езды от нашего курорта. Дайвинг организовывает компания Евродайв, европейская компания, которая имеет дайвинг в 10 местах, помимо нашего курорта, имеет 10 дайвинг-центров по всем Мальдивским островам. Также хотелось отметить, что организовывается дайвинг не только в Южном Малиатолле, но и в другие атоллы. Появился вопрос, бассейн с морской водой, у нас бассейн с пресной водой, также, да, в спа у нас есть бассейн, у нас в спа есть бассейн, есть сауна, есть сауна, вот, так, что еще хотелось отметить. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, буду по мере презентации рассказывать. Также одним из интересных мероприятий, которые мы организовываем, является посадка кораллов. Поскольку кораллы сейчас в Мальдивских островах немножко в связи с климатическими условиями немного пострадали, поэтому мы ведем ее восстановление. То есть мы производим посадку кораллов с именами туристов. Кстати, данное мероприятие мы приурачиваем к свадебным церемониям, либо, когда, возможно, к знаменательным датам, таким как день рождения, либо события, связанные с предложением руки и сердца, либо с юбилеем, либо с годовщиной свадьбы. Затем наш марин-биолог отправляет отчет о росте кораллов либо туристы сами возвращаются к нам на курорт и сами погружаются и наблюдают за ростом их собственного коралла. Это достаточно интересное занятие и пользуется популярностью. Следующим моментом хотелось бы также отметить, что это тоже как наш основной элемент продаж нашего курорта это то, что у нас есть тент на территории нашего курорта. Вот здесь вот можете наблюдать, есть тент, мы можем организовывать массе мероприятия. Мы можем размещать, мы можем организовывать встречи в данном тенде, он размещает до 180 человек, возможно, организация пяти сетапов, театр, классрум, конференции, то есть все возможные сетапы, с организацией в данном тенде у нас есть все необходимое оборудование для организации массе мероприятий, экран, микрофон, мы организовываем также кофе-брейки в данном митинг-руме, возможно, организация кофе-брейков, также ужинов. Что касается сетапов для массе мероприятий, как я ранее говорила, это терраса ZDEC размещает до 100 человек. Кстати, вот наш концерт, который сейчас проходил, мы тоже его организовываем на данной террасе, очень успешно подходит именно для вот таких масс мероприятий, либо для каких-либо больших мероприятий, концертов, либо ивентов. Также используем наш западный пляж, делаем такой сетап с барбекю, с диджеем, с музыкой и так далее. Вот так выглядит наш митинг-рум внутри, с посадкой всевозможных, маки-павильон он называется, всевозможную посадку мы организовываем. Вот. Что касается... Так, если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Сейчас хотелось бы рассказать, поскольку тема нашего вебинара «Романтические свадебные церемонии», хотелось бы отметить именно, какие пакеты романтических и свадебных церемоний у нас есть. У нас есть три пакета свадебных церемоний, стандартный пакет свадебных церемоний, где мы предлагаем свадебного координатора, арку из цветов, букет для невесты, корсаж для жениха, боду-беру-танец. Это такая своеобразная мальдивская свадьба, шампанское, праздничный торт, сертификат. То есть, также мы, возможно, мы организовываем свадьбы под запросы пары. То есть, мы готовы рассмотреть любые варианты организации свадебных церемоний. Следующий пакет, это более... более насыщенный такой свадебный пакет, мальдивская свадьба, в которую мы добавляем, помимо всего прочего, что я перечислила вам ранее, мы добавляем спа-услуги в нашем павильоне для пар, а также мы добавляем три ужина, ужин в ресторане а-ля карт из трех блюд, в нашем ресторане The Kitchen. Вот. Еще один из нестандартных пакетов свадебных церемоний, которые мы предлагаем, это является подводная свадебная церемония, где мы... Это такое нестандартное, поскольку наш резорт для активного отдыха, для любителей дайвинга, серфинга, для любителей активно провести время, поэтому мы придумали такой подводную свадебную церемонию, которая, кстати, пользуется популярностью, но, к сожалению, не в русском сегменте, не в русском рынке, на русском направлении, но пользуется популярностью очень у нас. Вот. Поэтому, если есть желающие погрузиться с аквалангом, мы предлагаем арочку, букет для невесты своеобразный, фотографа, это все можно запечатлеть на камеру, будет очень интересной, и, ну, хорошая фотосессия, и останется на память. Это можно приурочить не только к свадьбе, но и к годовщине свадьбы. Больше даже... Мы все-таки организовываем, стоим, это как 10 лет после свадьбы, 15 лет после свадьбы и так далее. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Цены на пакеты, все цены по свадебной церемонии вы можете уточнить. У принимающих компаний Resort Life они знают все об этом. То есть варьируются цены 1000++, то есть нужно запрашивать у Resort Life, они вам лучше расскажут про цены. Если возникли какие-то вопросы, спрашивайте. Забыла вам сказать вначале, чтобы заинтересовать ваше внимание о том, что сегодня будет розыгрыш. Хочу сейчас показать вам видео, свадебное видео, а потом проведу розыгрыш с вами. Поэтому оставайтесь на связи. Так, сейчас я включу вам видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, давайте начинать Ну еще разочек, позвольте я представлюсь Меня зовут Милана И я являюсь представителем отеля Furavere Island Resort & Spa Хочу сегодня вас познакомить С нашим новым отелем Рассказать Самое главное рассказать, конечно же Об особенностях продаж Потому что вы сталкиваетесь В своей работе с множеством отелей С множеством направлений Порой просто невозможно запомнить все И понять, какому клиенту Предложить тот или иной отель Правильно? Поэтому я с удовольствием расскажу вам Об особенностях продаж нашего отеля Поделюсь такими изюминками Особенностями нашего отеля Чтобы вам легче было предложить Своему клиенту тот или иной продукт Ну, конечно же, наш продукт Самые заинтересованы в этом в первую очередь Итак, переходим к отелю Так, я вот Я на самом деле не знаю, что это Я такое нажала здесь И как вернуть это назад Ладно, давайте оставим Оставим пока Такое вот произвольное Произвольное творение Итак, отель Фуровый реал от Resort & Spa Открыт был в Открыт был в В 2016 году В январе 2016 года Кстати, еще маленький такой момент Если у кого-то будут возникать вопросы То, пожалуйста, не стесняйтесь Задавайте Но я отвечу на них Если возможно в конце Наверное, в конце эфира Если вопросы будут по ходу моего рассказа Я расскажу Я постараюсь дать информацию Во время рассказа Если же это будет Немножечко отстраненные вопросы От темы нашего разговора То я Отвечу на них попозже, ладно? Итак Отель Фуровый реал от Resort & Spa Был открыт в прошлом году В январе 2016 года Мы совсем еще маленькие Молоденькие Находимся мы на Раатоле На вот таком вот острове Который имеет протяженность 700 метров в ширину И километр 200 в длину Достаточно большой остров По мальдивским меркам Есть где разгуляться Есть где развернуться Нам повезло И вокруг нас Есть два домашних коралловых рифа Вот они с этой стороны находятся С южной стороны острова И с северной стороны острова Так как мы находимся на Раатоле На юге Раатола Над Баатолом Баатол является Таким неким заповедником ЮНЕСКО Потому что У него домашний прекрасный коралловый риф В котором царит просто Какая-то необыкновенная жизнь И необыкновенный подводный мир Так вот нам повезло Мы находимся над этим самым Раатолом Над вернее Баатолом Поэтому мы захватили Вот этот вот кусочек Этот пласт Необыкновенного подводного мира Кораллового рифа Который собственно говоря И окаймляет наш остров С южной и с северной стороны Остров очень зеленый Мы даже постарались сохранить Вот эту вот Такую первозданную природу Поэтому одна часть нашего острова Не заселена Мы ее постарались Не трогать и не застраивать Чуть ниже Чуть позже На схеме Я вам покажу Как это все выглядит Какая часть острова У нас застроена Где какие постройки Где какие виллы Категории вилл находятся Итак Давайте переходим Наверное К следующему слайду Как я говорила Мы находимся на Раатоле Вот это Раатол Такая некая Россипь островов Да Мы находимся на его юге Относительно карты Мальдива Всего архипелага Мальдив Мы находимся Вот в этой вот части Мальдивского архипелага Как же до нас можно добраться До нас можно добраться Двумя способами Первый Это гидросамолет На гидросамолете мы летим 45 минут Весь полет занимает всего лишь 45 минут И вот отличие И такая вот особенность гидросамолета Состоит в том Что это уже часть путешествия То есть путешествие на гидросамолете Это уже часть вашего путешествия Потому что гидросамолет Он летит над уровнем моря На высоте птичьего полета Поэтому во время полета Вам открывается вид На вот это вот Росыпь островов Просто необыкновенный пейзаж Необыкновенный вид Открывается Из иллюминатора гидросамолета Очень многие уже начинают фотографировать Снимать все это на камеру Потому что это на самом деле Очень необыкновенный такой вот Так скажем опыт Гидросамолет Принадлежит Мальдивской аэрокомпании Это независимая компания Независимый транспорт Так скажем поэтому Все отели предоставляют Берут гидросамолеты В аренду Мальдивского аэротакси Удовольствие Это не самое дешевое Но Это самый Самый быстрый Вид трансфера И наверное Один из таких Самых живописных Красивых И очень неповторимых Гидросамолеты Как нам уже Рассказала Маргарита Когда водила нас В такой вот Небольшой экскурс По Мальдивам Гидросамолеты Летают только В дневное время Это вот тоже Такая Небольшая особенность То есть Они функционируют Только именно В дневное время Второй тип Перелета И трансфера Как же до нас Можно добраться Это внутренний перелет То есть Внутренний перелет Мы летим до аэропорта Который находится недалеко От нашего Атолла От нашего острова Аэропорт Называется Дараванду Летим мы на внутренних Внутренних авиалиниях 45 минут Простите 25 минут Плюс Скоростной катер 45 минут То есть Здесь уже у нас Такой комбинированный Получается Трансфер По особому соглашению С владельцем Внутренних авиалиний И нашим Директором нашего отеля Дети до 12 лет Летят на внутренних Авиалиниях Бесплатно Это очень важный момент Который хотелось бы отметить Который бы до вас Хотелось донести И Конечно же Это значительно Значительно Уменьшает стоимость Пакета Так как дети Летят бесплатно На гидросамолете Дети платят По полной программе Дети платят Около 300 долларов В взрослые Около 600 долларов Конечно же Это трансфер В оба конца Но Внутренние авиалинии За счет того Что дети до 12 лет Летят бесплатно Конечно же Это значительно Значительно Уменьшает Стоимость Финального пакета Особенно если путешествует Семья Итак Двигаемся дальше Мы отель 5 звезд Поэтому у нас Полный набор Всех услуг В нашем отеле Присутствует Это конечно же И Вайфай у нас Действует на всей территории Отеля Различные водные виды Спорта Различные активности Есть также Детский клуб Мы Очень такой Френдли Фэмили френдли Отель То есть В каждой вилле Можно Совершенно Спокойно Разместить Двое взрослых И двое детей До 12 лет У нас есть Детский клуб Который работает С 9 до 6 вечера Можно Отдавать своих деток На Детский клуб С возраста От 4 лет До 11 Различные Детские программы Бесплатные Об этом я еще Чуть попозже расскажу Также услуги Услуги Няни Или сиделки У нас есть в отеле Также Спа-центр Теннисный корт Вот что кстати Что немаловажно Благодаря тому Что Отель достаточно Большой Большой остров То У нас есть Где развернуться У нас есть также Теннисный корт Полноценный Поэтому для любителей Тенниса Для тех кто Умеет играть в теннис Либо хочет научиться У нас есть такая возможность Также есть у нас Игровая комната В которой Различные настольные Настольные игры Куда можно прийти И с удовольствием Провести время Так Также есть Центр водных видов спорта Марин лаборатория В Марин лаборатории Мы изучаем подводный Подводный мир И окружающий нас Всегда можно прийти Прослушать какую-то Интересную лекцию Об окружающем нас Подводном мире Пообщаться с нашими Марин Нашими Марин Биологами Вам расскажут Интересные штуки О подводном мире О том Как можно вырастить Кораллы О том Как живут И Растут кораллы Какие рыбки У нас Обитают В недрах В недрах океана Неподалеку От нашего отеля На самом деле Как я говорила Неподалеку От нашего отеля Буквально Если я вернусь назад Позволите Буквально Расстояние до рифа 15 метров То есть От берега Можно проплыть Буквально 15 метров И вы уже можете Наблюдать Совершенно Необыкновенный Подводный мир Пляж Прекрасное купание По периметру Всего острова То есть Шикарный пляж По периметру Всего острова Хороший Пологий вход Поэтому у нас Нет такой Какой-то Определенной Выделенной зоны Где можно купаться Купаться можно везде Совершенно спокойно Так Двигаемся дальше Что касается Услуг нашего отеля Да Я не буду На этом Наверное Сильно останавливаться Это все у нас Есть на сайте Есть В общем доступе То есть Как у Любого отеля 5 звезд У нас Полный Полный набор услуг Так Двигаемся дальше Схема нашего отеля Здесь вот Я хотела бы Хотела бы уже Остановиться Поподробнее Потому что Именно Здесь Схематично Показано Что и где Расположено На нашем На нашем Острове В нашем отеле У нас 107 вилл И 6 категорий вилл Все виллы Расположены Вот по Периметру острова С северной его части С северной части острова С левой стороны С левой стороны у нас Сторона Заката И справа у нас Сторона Рассвета Так 6 категорий вилл Как они делятся Гарден виллы Их у нас 25 24 из них Коннекты То есть Имеют сообщение Между собой Можно прекрасно Можно прекрасно Разместить Семью Из 4 человек В одной вилле Плюс еще одну семью Из 4 человек В другой вилле Виллы расположены На расстоянии Между виллами Расстояние 3 метра И они соединены Таким небольшим Проходом Который можно Соединить В такую Общую зону Так скажем Поэтому получается Две рядом стоящие виллы Могут совершенно Удобно И прекрасно Быть объединены Между собой У Гарден вилл Есть терраса С лежаками Все виллы Приватные Как я говорила Остров очень Зеленые Вот с этой вот Части острова С южной Стороны острова У нас Расположены Так скажем Джунгли То есть мы их Совершенно не трогали Во время Постройки отеля Поэтому Здесь у нас Такой вот Настоящий лес С первозданной С первозданной Природой В этой части острова Мы построим В ближайшее время Мальдивскую деревню Настоящую Мальдивскую деревню В которую можно будет Прийти Пообщаться с местными Жителями Постройки будут Сделаны Из бамбука Из натуральных Материалов Бамбука И тростника И это такое вот Небольшое Небольшое Так скажем Погружение В настоящую Мальдивскую жизнь Где можно будет Пообщаться С представителями Мальдив Научиться Местным танцам Узнать Какие-то Кулинарные Рецепты Купить Поделки Которые будут Делать Местные жители Продавать В этой же Деревушке Небольшой Так вот Этот проект У нас Запустится В совершенно Ближайшее время И будет Уже Реализован Я вам покажу Обязательно Как все это Будет Выглядеть В одном Из наших Так же Будущих Семинаров С компанией Резорт Лайф Итак Давайте Возвращаться К нашим Виллам Итак Гарден Виллы Находятся С этой стороны У каждой Из вилл На сад Поэтому Они Собственно И называются Гарден Виллы По вот Этой Дорожечке Гарден Виллы У нас Следует К общественному Бассейну Возле которого Расположены Лежаки И они Могут Совершенно Спокойно Купаться В океане Следующая Категория Это у нас Бич Виллы Бич Виллы Расположены Уже На берегу Имеют Так же Террасу С лежаками И прямой Выход К океану За каждой Бич Вилл Закреплен Лежак На 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 пляже То есть У каждой Бич Виллы Уже Есть Свой Лежак Два Лежака На пляже Следующая Категория Вилл Это у нас Водные Виллы Вот Ватер Виллы Расположены На вот этом Пантоне Их У нас 13 Так же Все имеют Террасу С лежаками И спуск В море То есть У нас Уже Достаточно Большая Глубина Чтобы Комфортно Купаться Заниматься Снорклингом Так как Здесь у нас Проходит С этой Частью Острова Проходит Домашний Коралловый Риф Какая же Особенность У Ну и так Скажем Привилегия У тех Гостей Которые У нас Проживают В водной Вилле Во-первых У них Есть Велосипеды Закрепленные За каждой Виллой Так что Они свободно Могут Передвигаться По Водному Пантону И У Гостей Проживающих В водных Виллах Есть Также Лежаки Расположенные На пляже Вот в этой Вот части Где Можно Спокойно Отдохнуть И Покупаться На На Острове То есть Ости Водных Вилл Имеют Возможность Отдыхать И купаться На Острове У них Есть Лежаки Закрепленные За вилл С номерами Вилл На Вот этой Части Острова Итак Двигаемся Дальше Следующая Категория Вилл Это Доннипул Виллы Доннипул Виллы Имеют Площадь Уже 200 Квадратных Метров Если Все Категории Номеров У нас Достаточно Просторные И имеют Площадь Номера От 100 Квадратных Метров То есть Это Постройка Именно Под Крышей Я говорю О постройке Под Крышей Мы Не Считаем Здесь У нас Прилегающие Террасы И Часть Пляжа Да Как Некоторые Отели Грешат Тем Что Они В площади Виллы Указывают Именно Еще Часть Прилегающей Террасы У нас Это Площадь Под Крышей Площадь Номера Под Крыш Площадь Виллы Все Виллы Вмещают Два Взрослых И два Ребенка Совершенно Спокойно Также Можно Установить И Дополнительную Кровать Итак Дони Полвиллы Также Имеют Прямой Выход К океану Имеют Свои Лежаки Прикрепленные К каждой Виллой Закрепленные За каждой Виллой Имеют Форму Лодки Дони Такую Необычную Форму Лодки Дони И Имеют Площадь 200 квадратных Метров То есть Это Такие Достаточно Просторные Виллы В которых Есть Где Развернуться Есть Где Поставить Даже Не Один Экстра Бэт Очень Стильные Стильно Декорированные И Такие Очень Уютные Комфортные Для Отдыха С С С Следующая Категория Вилл Это Бич Фронт Пул Виллы Самая Привилегированная Самая Высокая Категория Вилл Стильно Декорированные Красивые Уютные Имеют Собственный Бассейн Террасу С Лежаками Две Таких Небольших Патио Или Павильон На территории Своего Садика Где Можно Также Отдохнуть В Саду И Собственный Бассейн И Лежаки Закрепленные За каждой Виллой На пляже Бич Фронт Пул Виллы Самые Роскошные И Самые Популярные Пользующиеся Популярностью Среди Вип Клиентов Среди Вип Клиентов Также Я Не Упомянула Специально Оставила Самый Лакомый Кусочек Рассказ О нашей Двухспальневой Семейной Вилле Над Водой Это Самая Топовая Категория Двухспальневая Вилла Которая На самом Кончике Пантона С водными Виллами Такой Королевский Сьют С услугами Частного Баттлера С стеклянным Полом Где можно Наблюдать За Подводным Миром Уже Буквально Находясь У себя На Вилле Посмотрев Просто Вниз Две Полноценные Спальни С Кингсайз Кроватями С услугами Частного Консьержа Который Может Для вас Организовать Любое Действие Мероприятие Которое Вам Только Угодно Также Чек-ин Проходит На Вилле Когда Гости Приезжают Прилетают Либо на Гидросамолете Либо приезжают На катере То с этого Приветственного Павильона Который Находится На этом Пантоне Их Сразу же На лодке Отвозят В водную Виллу И Там Проходит Церемония Заселения Также Не упомянула Кстати Такой момент У Нас Есть Павильон В Мальдивском Авиатакси Где Все наши Гости Ожидают Ожидают Своего Трансфера То есть Это такой Вип Лаунж Где все Наши гости Ожидают Вип Трансфера Есть В Мальдивском Авиатакси Аэропорту Так Дальше Давайте Переходим Наверное Уже К Услов Нашего Отеля Я Уже Упомянула О том Что Вот Этот Пантон Куда Приземляется Гидросамолет На Вот Эту Вот Часть Здесь У нас Приветствованный Павильон Где Каждого Нашего Гостя Встречают И Затем Провожают На Ресепшн Где Проходит Чек Ин И Такая Церемония Заселения Заселения В отель Вот Эти Две Платформы Их Уже Не Существует Так Как По Недавней Договоренности С Мальдивским Авиатакси Гидросамолет Приземляется Вот Сюда На Вот Эту Вот Платформу Как Я Уже Об Этому Говорила Здесь У нас Находится Детский Клуб Различные Программы Для Детишек От Возраста От 4 До 7 И От 7 До 11 Лет Различные Различные Программы Для Детей Расписание Есть Как У нас На Сайте Так И В Детском Клубе Также У Каждого Гостя На Вилле Все Все Активности Совершенно Занимаемся С утра До Вечера Все Буквально Расписано По часам И Все Активности Бесплатные В некоторых Отелях За Некоторые Различения И За Некоторые Поделки Которые Делают Дети Берется Дополнительная Плата Имейте Это Ввиду Потому Что Дети Могут Слепить Какую Поделку Либо Сделать Что Своими Руками И Затем За Это Родителям Будет Выставлен Можно Также Написать Мне Я С удовольствием Поделюсь С вами Нашими Программами Детскими Развлечениями Также Нашими СПА СПА Процедурами Услугами На СПА Вот Кстати Наш СПА Центр У нас 8 Процедурных Кабинетов 8 Павильонов 4 из них На открытом Воздухе 4 из них На закрытом Воздухе Наша Команда Высоко Квалифицированная И Отлично Тренированная Прошедшая Великолепную СПА Академию Тайского Тайской Школы Знаменитой Тайской Школы В нашей Команде Индонезийская Индонезийцы И тайцы Так Вот Наш Теннисный Корт И Наш Основной Основной Бассейн И Также Два Детских Бассейна Наш Бар В котором Можно Покушать Также По меню И Наш Основной Таран Переходим Уже Теперь К Нашим Так Поступил Вопрос С детками Занимаются С какого Возраста И до Какого С 4 До 11 Лет Да Совершенно Верно Евгения Берут ли Самых Маленьких Самых Маленьких Берут До 4 Лет Но Здесь Нужно Будет Сопровождение Присутствие Родителя Взрослого Взрослого Родителя Няня У нас Есть У нас Есть Также В отеле Два Русскоговорящих Вилла Резорт Хоста То есть Два Русскоговорящих Представителя Девушка Алена И молодой Человек Можно Будет Если Есть Такая Необходимость Конечно Чтобы Кто-то Из Наших Русскоговорящих Представителей Присутствовал В детском Клубе Если Такая Необходимость Есть Но На самом Деле Такой Необходимости Никогда Не было Потому Что Дети Даже Не зная Языка Разных Национальностей Вы знаете Как они Коммуницируют И совершенно Прекрасно Понимают Друг Друга Даже Если Ни Один Из Детей Не Говорит На Языке Друг Друга Даже Если Все Дети Говорят На Разных Языках Они Прекрасно Играют И Коммуницируют Да Программы Совершенно Верно От 4 До 7 От 7 До 11 Лет Разные То есть Мы Дробим Немножечко Одни Программы Для Более Младших Детей Другие Программы Для Более Старше Для Детей По Старше Также В Баре Вот В Этой Части В В нашем Баре У нас Есть Такая Комната С Различными Активностями С Видео Играми С Приставками Для Детей Есть Также Настольный Теннис Дартс Различные Настольные Игры Поэтому Даже Тинейджерам У нас Однозначно Скучно Не будет В Основном Ресторане У нас Он Находится Вот Здесь Каждый Вечер Проходят Тематические Вечера Это Монгольская Ночь Тайская Ночь Субботом У нас Играет Диджей То есть Каждый Вечер У нас Проходит Какая-то Активность Какие-то Различные Тематические Тематические Мероприятия Поэтому Всем Нашим Гостям Будет Интересно И не скучно Каждый Вечер Так Переходим К нашим Барам И ресторанам Где же Можно В нашем Отеле Покушать Перекусить Выпить Коктейль Отдохнуть Расслабиться Мы Предоставляем Такую Возможность Нашим Гостям Покушать На собственной Вилле То есть Инвилла Дайнинг 24 часа В сутки В любое Время Можно Заказать Еду На ужин Еду Напитки Можно Заказать Простите На виллу Можно Заказать Себе На виллу Также Наш Основной Ресторан В котором У нас Проходят Завтраки Обеды И ужины Работаем Мы По системе Шведский Стол Работаем Мы На всех Типах Питания На завтраках На полупансионе Завтраках И ужинах Ужин Кстати Может Меняться С обедом То есть Если клиент Хочет Он может Прийти Либо на обед Либо на ужин И полный пансион То есть Фуллборд Завтрак Обед И ужин Также Система Все включено Наш Основной Ресторан Делится На ужин На три части Вот Эта вот Часть Вот это Крыло У нас Отделяется От вот Этого Крыла Получается Что По серединке У нас Идет Шведский Стол И по бокам У нас Два ресторана Алякард Рыбный Ресторан И ресторан Международная Кухня Также Алякард По меню Гости Которые Проживают У нас По системе Фуллборд Либо Хабборд Либо Все включено Имеют Возможность Кушать Во всех Во всех Ресторанах И барах Отеля Об этом Я еще Также Расскажу Так Это Вот Наш Основной Ресторан Который На ужин Делится На три части Затем Где еще У нас Можно Покушать На вот Этом Пантоне У нас Организован Такой Интересный Ресторан Концепция Так Скажем Ресторана На Ресторан На воде Мы Насыпали Огромную Гору И Установили Ресторан Такой Знаете С такими Легкими Закусками Стапос С барбекю С сэндвичами С легкими Салатами С различными Напитками На вот Этой Вот Части Вот Как раз Таким На этом Пантоне То есть Такая Иллюзия Ресторана На На воде Пляжного Ресторана На воде Потому что Там у нас Такое Огромное Множество Песка На этом Пантоне Также Там Можно Спускаться В воду Купаться То есть Прекрасно Проводить Вечерат Ресторан Открыт На На ужин С 4 до 8 вечера То есть Вот В течение Вот этого Времени Как раз Таки Наблюдать Можно Закат Потому что Закатная Сторона Да Вот видите Сансет Сторона У нас С этой Стороны Поэтому Можно Выпить Бокал Шампанского Перекусить Искупаться На Закате На закате Острова И Совсем Уже Скоро Совсем Вот Буквально Еще осталось Несколько дней Мы уже Буквально Считаем Дни В конце Сентября У нас Начнет Работать Наш Новый Азиатский Ресторан Пока Он Еще Не Отмечен На Вот Этой Карте Азиатский Ресторан Высокая Кухня Будет Открыт На Ужин И Все Гости Будут Иметь Возможность Во время Своего Пребывания Поужинать В нем Один раз Бесплатно Во время Пребывания Своего И В остальное Время При проживании На Все Включено У гостей Будет Скидка 20% В нашем Ресторане Это Ресторан Азиатская Кухня На 100 Посадочных Мест 40 мест У нас Будет На Открытом Воздухе 60 Внутри Ресторана Очень Красивый Стильный Ресторан Мне Уже Присылали Фотографии Наш Генеральный Директор Присылал Мне Фотографии Это Какой-то Необыкновенный Ресторан Поэтому Обязательно Нужно Будет Советовать Всем Его Посетить И Спробовать Необыкновенные Блюда Тайской Тайской Восточной Кухни Итак У нас Получается 7 мест Где Можно Покушать И Перекусить Во-первых Азиатский Ресторан Ресторан Суши Сашими На Пантоне Ресторан С барбекю Снэками И закусками На Вот Этом Пантоне Водный Ресторан Это Три Четвертый Это Ресторан По Меню В нашем Баре И Основной Ресторан Который Делится На Три Отдельных Ресторан На Вечер То есть 7 Опций Где Можно Поесть В нашем Отеле Хотелось Отметить Такой Момент Я уже Начала Об этом Говорить До 31 Октября У нас Еще Действует Контракт 17 Года С 1 Ноября У нас Такое Небольшое Нововведение У нас Появляется Возможность Купить Беверидж Пакет Который Можно Докупить Проживая На любом Типе Питания То есть Вы можете Жить Проживать На завтраках На полупансионе Либо на полном Пансионе И докупив Вот этот Вот самый Беверидж Пакет У вас Будет Возможность Наслаждаться Напитками В любое Время Дня В любом Месте Отеля То есть До Сегодняшнего На сегодняшний День И до 31 Октября Если вы Проживаете На все Включено То Напитками Напитки Вы берете Только В Барах Ресторанах Отеля Во время Ваших Во время Завтраков И ужинов Да И обедов С 1 Ноября Можно будет Наслаждаться Напитками В любом Месте Отеля То есть Приобретя Вот этот Самый Беверидж Пэкидж Можно будет Наслаждаться Любыми Напитками В любом Месте Отеля Даже Можно будет Заказать Их Себе На виллу Итак Мы Немножечко Уже Прошли Схематически По Острову Что и где Находится Нам уже Понятно Вот так Выглядят Наши Виллы Вот Кстати Гарден Виллы Как они Выглядят Это Бич Виллы Имеют Прямой Выход К океану К пляжу Все Виллы Приватные Вы видите Какой Густой Зеленью Они все Окружены Все Виллы Полностью Приватные Это Наша Особенность Большой Плюс Того Что Остров Новый И Не был До Этого Не имел Никаких Построек На Острове Наша Гарден Вилла 110 Квадратных Метров Я уже Об этом Рассказывала Наша Базовая Категория Вот Так Они Выглядят Наши Бич Виллы Имеют Вот Такую Вот Большую Постройку В виде Мальдивского Традиционного Дома Небольшое Газебо Газебо На территории Садика И Два Лежака И Здесь У нас Уже Начинается Пляж Но Все Это Еще Преграждается Такими Кустиками То есть Все Это Очень Приватно Наши Водные Виллы С Большой Террасой Также С Лежаками Наши Дони Полвиллы Выглядят Вот Так Имеют Полноценный Бассейн Такой Необычной Формы Такой Ромбической Какой-то Необычной Формы Изогнутой Также Лежаки На террасе Газебо И Лежаки На Пляже Такая Вот Приватность Такой Живой Изгородью Огорожена Каждая Вилла Наши Бич Виллы Немножечко Темная Фотография Но Здесь Прекрасно Видно Что Полноценный Бассейн Также Вот такая Беседочка Газебо Где можно Отдохнуть Лежаки Лежаки На террасе В нашем Внутреннем Садике И Наши Водные Виллы Как они Выглядят Есть спуск В воду Терраса С лежаками Каждая Вилла Оснащена Сейфом Мы Предоставляем Также Воду Две Бутылки Воды В день Мини Бар Платный Кстати Вот это Хотелось Отметить Мини Бар У нас Платный Есть Чай Кофе Есть Кофемашина Капсульная Кофемашина Капсулы Мы Предоставляем Каждый день То есть У нас Там Несколько Капсул Каждый день Мы их Обновляем Также Чай Кофе Телефон Телефон Сейф Вайфа Я даже Об этом Не хочу Останавливаться На этом Лишний раз Это есть По умолчанию В каждом Отеле Итак Наш Основной Ресторан Работает На завтраки Обеды И ужины С Различными Тематическими Вечерами Наш бар С 10 утра Он открыт У нас До полуночи Для пар Или для молодоженов Ну Конечно же Мальдивы Это все таки Вот в нашем понимании Наверное Это отдых Для молодоженов Романтический Романтический Отпуск Медовый месяц И так далее Для пар Мы предлагаем Различные варианты Дестинейшн дайнинга Это такой Необычная Необычная концепция Ужина для двоих Есть несколько Вариантов Этого Ужина для двоих Вот одна из У нас Такая Симпатичная Фотография Стильно Красиво Декорированный Декорированный Стол На берегу На берегу Пляжа С Красивым видом С закатом Также Мы предлагаем Ужин В джунглях Вот Та часть Острова Которая у нас Покрыта джунглями Да Не тронутая Никакими Постройками Там мы также Организуем Ужин для двоих Это очень Необычно Красиво Стильно И уникально Также Сентбэнк Дайнин Мы вывозим Наших гостей На необитаемый Остров И также Предоставляем Возможность Поужинать Вдвоем С Необыкновенно Красивым Видом Вот Прямо Посреди Океана Так 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 Также у нас Есть пакеты Для молодоженов При проживании От трех ночей Минимум Мы предоставляем Определенный Пакет Так скажем Пакет услуг Да Это приветственное Шампанское Красиво Декорируем номер Все это В такой романтической Обстановке Услуги СПА Бесплатная СПА Процедура Есть у нас Свадебные Пакеты Наша команда Свадебных Координаторов Организует Для вас Свадьбу По вашему Вкусу Также Есть вот такие Стандартные Базовые Пакеты Но если Клиент Хочет Привнести Что-то Что-то Свое То Конечно же Мы с радостью Это все Воплотим Воплотим В мечту В реальность Так скажем Команда Наших СПА Терапевтов Как я уже Об этом Говорила У нас Восемь Процедурных Павильонов На открытом Воздухе И закрытые Также у нас Есть Джакузи И СПА И парная Комната Они у нас Находятся В отдельных Зонах Для мужчин И для женщин Также мы Предлагаем Бесплатный Поздний Чек-аут И поздний И ранний Чек-ин Если наши Гости Приезжают В отель Ну вот Так вот Получилось Допустим Такие рейсы И гости Прибыли В отель Немножечко Раньше Стандартного Времени Заселения Мы конечно же Сделаем Все возможное Чтобы заселить Гостей Сразу же По прибытию Также Предоставляем Поздний Чек-аут Так что Имейте это Ввиду Если Гостям Понадобится Допустим После чек-аута И они Ожидают Еще Свой Гидросамолет Мы Также Предоставляем Возможность Им переодеться Принять душ Вот Кстати Вот В этой Зоне Где у нас В зоне Спа-центра Есть у нас Душевые Комнаты Где парная И сауна Там есть Комната Для переодевания Где можно Совершенно Спокойно Еще Насладиться Пляжем Либо Спа И затем Переодеться И уже Проследовать На свой Трансфер Так Фитнес-центр Полностью Оборудованный Для тех Кто следит За своей Фигурой Вне Зависимости От того Где находятся Гости На отдыхе Или Или нет Но Любят Следить За своим Здоровьем И своим Внешним Видом Так вот Тренажерный Зал К вашим Услугам 24 часа В день Центр Водных Видов Спорта Моторизированные Водные Виды Спорта И Немоторизированные Водные Виды Спорта Немоторизированные Виды Спорта У нас Бесплатные Это Различные Снорклинг Каяки Катамараны Виндсерфинг Моторизированные Водные Виды Спорта Идут За дополнительную Плату Различные Экскурсии Мы Организовываем Поездки На Закате Различные Виды рыбалки, ночная рыбалка, также мы организовываем такой интересный поход на соседний остров, то есть можно посетить соседний остров, навестить местную семью на завтрак, либо на обед, пообщаться с ними, познакомиться, узнать о каких-то их традициях, кулинарных рецептах. Такую вот интересную возможность мы предоставляем нашим гостям. Детский клуб, как я говорила, мы работаем с 8 утра до 6 вечера, детишки от 4 до 11 лет с различными активностями, есть также детский бассейн, услуги няни 24 часа в сутки по предварительной, конечно же, записи и за дополнительную плату. Есть такой вот у нас небольшой бутик, где можно прикупить разные сувениры и традиционную, традиционную, да так скажем, одежду островитян. Наверное, на этом я буду заканчивать свой рассказ. Если у кого-то какие-то вопросы, я еще здесь, так что можете задавать вопросы, как в чат, так и на мою личную почту. Сейчас я дам свои контакты. Моя почта. Я нахожусь в Москве. Если у кого-то какие-то вопросы, обязательно пишите или звоните. Я также могу оставить свой мобильный телефон. Я всегда на связи, всегда в зоне доступа, поэтому WhatsApp, Viber, обязательно не стесняйтесь, пишите и звоните, если какие-то у вас вопросы по отелю, по каким-то услугам отеля. По всем ценам, конечно же, все цены у наших партнеров Resort Life. Мы работаем уже с Resort Life давно и постоянно на связи. Девочки-менеджеры нас прекрасно знают. У них вся информация по нашему отелю есть. Наш отель уже также все видели. Поэтому, если какая-то нужна будет просто дополнительная информация, то вы, конечно же, всегда можете обратиться ко мне. Я с удовольствием предоставлю. Мой мобильный телефон. Пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, что, наверное, вам будет удобнее, если есть такая необходимость позвонить, если вы находитесь в России или где-то в СНГ, позвонить на мой мобильный. По всем вопросам относительно цен, размещения, все это есть у компании Resort Life, еще раз напомню. Ну, наверное, это все. Спасибо огромное вам за внимание. Если вопросы, расспросы, обязательно пишите, звоните. Всем отличного дня, хороших продаж. Самое главное, хороших продаж на Мальдивы. Чтобы у всех были клиенты, которые желают поехать на Мальдивы, и они к вам почаще обращались. Спасибо вам огромное. Всем до свидания. Спасибо. 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 Простите, забыла вам показать наше видео. Если еще никто не ушел, буквально 30 секунд. Могу поставить еще раз. Буквально 30 секунд. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо. 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 Всем огромное. Всем отличного дня. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok